Приветствую вас, Альяна. Проблема заключается в том, что есть жена, есть муж, есть ребенок. И по вашим словам, мужу лучше помогать своим родителям, нежели, чем маму и ребенку. То есть, жена и ребенок для него не так сильно важны. Почему? Ну, наверное, это связано с бедностью вашего взаимодействия. То есть, если даже в своем сообщении, если даже в своих вот высказываниях, в своем вопросе, вы говорите о том, что, значит, муж безответственно относится к жене. То есть, вот это ключевой момент. Но ведь не только муж и жена взаимодействуют друг с другом. Есть ведь еще и человек, есть еще мужчина и женщина. Есть еще личность, есть социальный индивид. То есть, ну, какие-то вот еще другие роли, да, присутствуют в человеке. И такое ощущение, что вот эти роли, они отсутствуют у вас. Вы не видите в своем уже мужчину, человек, а личность в социальном индивиде. И почему вы не видите в нем этого? Почему он вас не видит этого? Не очень понятно, не очень понятно. Смотрите, а сейчас вы требуете от него мужа что-то. Вы говорите, муж безответственно относится к жене и ребенку. Вы требуете от него чего-то. Но, может быть, вы забыли, что когда-то, я надеюсь, Ваши отношения начинали с того, что вы хотели что-то сделать друг для друга. Вы хотели. Когда это стало ставиться под сомнение? Когда вы начали ставить условия своему мужу, при которых вы будете для него что-то делать, при которых вам хочется что-то для него делать? Когда? Вот. Примерно в этом ключе и нужно с вами работать. То есть делать анализ ваших отношений, смотреть. Идеально, если бы вы вдвоем обратились на дипситерапию. Ну, на консультацию. Это было бы идеально. Так. Ну, так вот. Что ситуация такова. Вы спрашиваете, что делать? Что делать? Что делать? Кому? Чем? И для чего? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Спасибо.